Привет! Это подкаст «Дальше замысла» от пресс-фит и студии RedBarn. Меня зовут Константин Бочарский, и с помощью этого проекта я пытаюсь получить ответ на вопрос, как делать хороший контент. Этот подкаст не про рутину, но про профессию, не про формальные правила, но про мышление и правила работы с контентом и креативом. И сегодня у нас в гостях Александр Цыпкин, писатель, сценарист, драматург, создатель необычного проекта литературных чтений, собственных рассказов с известными российскими актерами, а до этого корпоративный пиарщик. На счету Александра 10 книг тиражом около полумиллиона экземпляров, 9 спектаклей, 14 фильмов, несколько телеинтернет-проектов, а еще плеяды великих российских актеров, читающих его рассказы со сцены и даже несколько американских звезд. Его первая книга начиналась как посты для футболка, а за творческим успехом хочется разглядывать пиар-технологии или, как минимум, весьма новаторский подход, о чем мы и поговорим. Александр, привет! Привет, да, там в цифрах все неправильно. У меня 6 книг, а не 10. Это у нас. У меня не 14, конечно. Я списал с Википедии. Может быть, ты что-то упустил или скромно чуешь? Надо там будет все это перепахать. Да, они сборники ставят, как книжки. Потом, нет, у меня, конечно, не 14 фильмов. Нет, у меня два сериала. Один полнометражный фильм, где я сценарист. Там одна новелла моя. Много очень короткометражек, это правда. Дальше беспринципное чтение. Это не только я. Понятно, что, наверное, сегодня львиная часть рассказов моих, но в целом это проект, в котором участвует большое количество авторов. Вот, допустим, вчера мы провели Всероссийский фестиваль, открытые беспринципные чтения. У нас было, наверное, 20, так или иначе, авторов за два дня, которые читали различные актеры. Но в целом, да, наверное, значительная часть времени, когда проходит беспринципное чтение, там либо я читаю свои рассказы, либо мои рассказы читают звезды российские. Вот, и спектакль, что-то не помню, что у меня было 9, но, может быть, так и есть, мне казалось, у меня 7 или 8. Я уже все не помню, честно говоря. В остальном, да. В остальном, да, я был директором по связи с общественностью Мегафона Северо-Западного. И когда я переехал в Москву, у меня появилось небольшое количество свободного времени, и вот в это окно между двумя разными работами вдруг как-то пролезли мои рассказы со чтениями со сцены, и это все превратилось вот в такую уже масштабную экосистему. Это правда. Вот смотри, мне кажется, что в стране буквально нет человека, который бы не слышал твою фамилию. Не факт, что читали, но фамилию, мне кажется, твою слышали все. Нет-нет-нет, это заблуждение. Это прям реальное заблуждение. Я живу в информационном пузыре. Да, ты живешь в пузыре, конечно, слушай. Я думаю, что мою фамилию... Ну, если 5% населения поймет, что слышал когда-то, то это уже успех. Может быть, 10. Это максимум. Нет, конечно, это даже смешно об этом говорить. Окей, пусть моя профессиональная деформация, но это тоже показатель. А еще интересно, что твой успех и то, насколько ты на слуху и как ты работаешь, это долго и стабильно. Ну, да, с точки зрения, наверное, стандартных каких-то сроков, сколько я этим занимаюсь, 2015 года. Там, с одной стороны, я этим занялся в 39 лет, получается, да, и никто этого не ожидал. С другой стороны, да, стабильно. Но стабильность это обусловлено тем, что я постоянно меняю сферу деятельности. То есть начиналось все с чтения рассказов со сцены. Потом я понял, что слишком все хорошо идет, и значит, надо что-то делать новое. У меня так было всегда во всех моих работах. Если слишком хорошо все, значит, ты рядом с какой-нибудь задницей. И вот случился ковид. К счастью, в ковид я уже въехал начинающим сценаристом, понимая, что чтения, допустим, могут по каким-то причинам не пойти. Или ты потеряешь возможность ездить по всей стране. Вот ковид мне эту возможность как раз перекрыл по понятным причинам. Но открыл новое направление сценарное. Появился сериал «Беспринципный». Уже три сезона и полный метр. Успешный. Вот он действительно достаточно известен. Дальше, опять же, когда слишком все хорошо стало со сценариями, мне стало понятно, что нужно думать о новом направлении. И, в общем, из такого подготовленного более-менее появилась драматургия. Сегодня спектакли идут в разных театрах, тоже по всей стране. Дальше лекционная деятельность. Я постоянно занимаюсь чем-то новым. Телевизионные проекты. У меня большой проект «Не провинция», 25 серий, сериал документальный про Россию. Есть проект «Дебаты молодежные». Я все время пытаюсь диверсифицироваться самостоятельно, потому что, мне кажется, на одном нельзя зависать, особенно на одном успешном. Слушай, это вообще похоже на историю «Большого взрыва». До 2015 года ничего этого не было. Ты был успешный корпоративный пиарщик крупных корпораций, такая классическая корпоративная карьера. И вот 8 лет стабильно, мощно, много проектов, много книг, много работы в разных сферах творчества. Главное, что интересно, что стабильно, потому что есть авторы одной книги, одного произведения. Что произошло в этом 2015 году? Что было в моменте? Смотри, не совсем, наверное, корректно сказать, что это была исключительно корпоративная карьера. То, что меня всегда отличало, я развивался сразу в нескольких структурах, в нескольких направлениях. В момент, когда я работал в «Мегафоне», у меня параллельно была достаточно успешная карьера журналиста в Петербурге. Журналиста-интервьюера, прежде всего. Ну, то есть уже на тот момент я взял интервью, наверное, у всех звезд, которых хотел. И со многими познакомился тогда, а сотрудничать как с чтецами моих рассказов начал после 2015 года. То есть подготовка к этому взрыву, большому, как ты его назвал, она шла всю жизнь практически. Не то, что я знал, что это будет такой взрыв. Я просто интуитивно готовился к каким-то большим проектам и, соответственно, подготавливал свою и контактную базу, и свой опыт к тому, чтобы выстрелить в какой-то подходящей ситуации. Соответственно, вторая часть у меня была преподавательская лекционная. Я читаю лекции с 2004 или 2005 года. Третья консалтинговая. Я консультировал разные компании по пиару, и причем в «Мегафоне» не имели ничего против этого, потому что это всегда было на пользу самой компании. И действительно успешная корпоративная карьера. Но вот то, что я был в разных направлениях, конечно, помогло мне создать уникальную базу контактов. Абсолютно уникальную и на сегодняшний момент. В общем, наверное, по любому вопросу в стране, если я не знаю, кому напрямую позвонить, я знаю одного человека, который... То есть через одного человека я выйду на решение любой проблемы в стране, насколько это возможно. Не говорю там про, естественно, уровень президента страны, хотя я знаю людей, которые видят его достаточно регулярно. Но для чтения, к счастью, это не нужно. Что произошло в 2015 году? Не в 2015, произошло все гораздо раньше, когда появились социальные сети и произошли следующие ключевые перемены наши цивилизационные. Перемена номер один. Мы стали за день подробно, так глубоко, лично узнавать больше людей, чем наши родственники, наши родители или бабушки, или дедушки узнавали за всю жизнь. Потому что в социальных сетях мы выложили в открытый доступ души, наполнили их своим содержанием, своими переживаниями, взглядами, вкусами. Кто чем наполнил, неважно. Хоть даже фотографиями завтрак с утра до вечера. Но тем не менее, и пролистывая эти души, мы знакомимся близко с большим количеством людей за день. И вот эти наши выложенные души стали общаться между собой самостоятельно. Потому что, допустим, мы с тобой познакомились, подписались друг на друга, и дальше я смотрю твою страничку, и ты мою. Не мы с тобой общаемся. Общается наша страница. Нам кажется, что общаемся мы. Реально нет. И это открыло доступ к неограниченному количеству потребителей твоего контента. Это первое. Второе. Социальные сети убрали все стоявшие до этого шлагбаумы между создателем контента. А создатели контента — это и Моцарт, и Толстой. Это все создатели контента, так или иначе. Так вот, для того, чтобы в досетевое время твой контент дошел до потенциального потребителя, ты должен был эти шлагбаумы пройти каким-то образом. Это редакторы, продюсеры, издатели, кто угодно. Кто мог сказать, твой контент не нужен. И все. Ты не писатель, твой контент не нужен. Ты не музыкант, радиостанция не будет ставить твою музыку. Ты не журналист, мы не будем печатать твои колонки. И у тебя не было возможности свой контент донести до... Да хотя бы до пяти человек мог, а вот до ста уже не мог. На улице стоять, играть. Все. В социальной сети вот эти шлагбаумы убрали. И каждый получил право доносить свой контент до неограниченного количества людей в единицу времени. Это, конечно, привело к определенной девальвации контента, чего уж там говорить. Но, с другой стороны, открыло неограниченные возможности для всех. Это второе. Третье. Мы в своих социальных сетях вот эти копии, которые создаем, наделили бессмертием. Потому что мы уйдем, а наши странички останутся. И наши страницы будут читать наши потомки. И, соответственно, мы сможем передать свою информацию, свой информационный ДНК. Это нашу душу, по сути дела. Нашу совесть, наши взгляды. Мы можем передать им, тем, которых мы даже не будем знать. Потому что они прочтут наши тексты и со словами впитают все те чувства, которые мы туда вложили. Или знания. Мы осознали то, что у нас теперь бессмертная есть копия. И начали ее еще более активно наполнять. И вот, когда вот это все совпало, то, во-первых, для человека, занимающегося пиаром, открылись возможности, опять же, неограниченного роста его контактов. И не то, что даже контактов. Нет, контакты лично и так или иначе ограничены временем. Но дальше глубина взаимоотношений с человеком увеличилась в разы. По одной простой причине. Опять же, в сетевое время я пиарщик, мы с тобой встречаемся, а ты, допустим, редактор какой-то, нужный мне газеты. Мы с тобой встречаемся на мероприятии. У меня есть полчаса произвести на тебя достаточное впечатление, чтобы ты зашел на мою страницу. В досетевое время это просто полчаса произвести впечатление, чтобы потом когда-то еще увидеться. И чтобы тебе всю мою душу предложить на ознакомление, а это станет причиной, чтобы ты со мной потом общался, душу и, соответственно, возможности. Финансовые, какие-то профессиональные, неважно. А вот раньше мне нужно было тебя увидеть еще раз с тобой сходить пообедать, поужинать, постречаться вместе с какими-нибудь компаниями, подружить. Подружить полгода, год. И после этого ты попадал в мою зону влияния. А сейчас в сетевое время мы с тобой встретились, пообщались. Я произвел достаточное впечатление на тебя, чтобы ты, напоминаю, ты редактор газеты, я пиарщик, чтобы ты говорил, а что за человек, дай-ка зайду. Ты заходишь на страницу вечером, и за 5, 10, 15 постов у тебя появляется некое впечатление от того, что я за человек. И тебе в следующий раз уже не нужно со мной видеться и разговаривать о чем-то опосредованном. Можно напрямую же проделать, потому что ты уже либо проник с интересом ко мне и каким-то уважением, или наоборот, неуважением, либо нет. Моя цифровая душа соприкоснулась с твоей. Я стал наполнять свои цифровые копии вот именно контентом своих историй для того, чтобы те люди, с которыми я сталкиваюсь по своим профессиональным задачам, чтобы они быстрее со мной выходили на профессиональный контакт. И в какой-то момент этих историй стало такое количество. Это произошло быстро, за год, за два, наверное, что издательство их заметило. И дальше у меня было достаточное количество контактов, чтобы быстро найти правильное издательство из всех, которые обратили внимание, выйти через правильных людей. Они собрались в это в книжку. Увидев, что у меня есть достаточная аудитория, не то, что большая была, она, наверное, тысячи три-четыре тогда у меня было подписчиков. Просто из-за своей работы пиарщика и того, что на меня подписываются люди, прочитав рассказы. Дальше мне хватило контактной базы для того, чтобы получить отзывы на книжки у достаточно известных людей, чтобы они прочитали и посмотрели. Ну, условно, не условно, Ольга Львовна Свиблова написала прекрасную рецензию на мои рассказы. А это величина. Величина очень большая. Или Андрея Асталацатуров. Тоже это величина. Или Борис Юхананов. Это тоже величина. Это люди, которых я знал по своей работе в качестве специалиста по коммуникациям. Этой работы хватило мне для того, чтобы они эту книжку прочли, дали свои отзывы. На эти отзывы пришли какие-то другие люди. Купили книжку в таком количестве, что она стала бестселлером. Следующее я решил сделать именно чтение рассказов, потому что мне, во-первых, хотелось их представить в варианте чтения. Со сценой мне самому это захотелось попробовать. Но я всегда была тяга к этому. И дальше моих связей, созданных за последние 25 лет до момента публикации книжки, хватило для того, чтобы найти актеров, которые это прочтут. И, допустим, Петр Михайлович Семак, народный артист России и, по-моему, народный артист Советского Союза, если я не ошибаюсь, уж точно лариат госпремии и то, и другое. Он согласился прочесть. Или я дружил, и до сих пор, к счастью, дружу с Данилом Козловским, который прочел рассказ «Томатный сок». Это тоже то, что было сделано задолго до самой книжки. Мы дружили просто так, у меня не было никаких задач. Но мне всегда были интересны разные абсолютно люди. И, надеюсь, я им тоже был интересен. И вот они откликнулись, они прочли. Поэтому тут не совсем корректно сказать, что в 2015 год раз и все взорвалось. Нет, это накопление было. Слушай, вот это очень интересно сейчас было услышать, потому что я в одном из твоих интервью слышал фразу, ну, упрощенную, да, картину, что вот ты решил оттранслировать свою личность в соцсети, написал туда буквально десяток постов, и с тобой связалось издательство, которое заинтересовалось этим, предложило книгу. И все это очень похоже на, ну, сказку, на чудо. И как бы вот было очень сильное ощущение, что за этим что-то еще есть, что-то еще должно быть, потому что такие какие-то чудеса, ну, в жизни не происходят. А вот сейчас, ну, мне кажется, что ты описал историю, что за как бы литературным потенциалом, да, и за каким-то там творческим качеством было вот то, что ты говоришь, контакты, коммуникация, да, связи, знакомства, то, что ты просил людей. Да, все было на этом построено, конечно. Слушай, это история про работу, мне кажется, да, что, типа, творчество само не полетит, если не возложить руки. Вот что скажешь на... Я тебе сейчас математически это докажу. Как раз очень в тему недавно такое упражнение сделал небольшое. Я посчитал, сколько за день я печатаю знаков, печатных знаков, не связанных с творчеством, а связанных с продюсированием, администрированием и всей остальной работой. Я изумился. Получилось около 30 тысяч знаков за день. Каждый день. Всего или продюсирование? Только продюсирование. То есть чаты. Чаты в моем телефоне за день это 30 тысяч знаков. Это без постов, это без текстов, без всего вообще. Это только чаты по работе моей. Потому что это около 50-60 чатов в день. Это минимально иногда бывает больше. Соответственно, каждый чат в среднем по 600 знаков. Ну, там, 6 сообщений по 100 знаков. Неважно. Я так тебе грубо скажу. Короче, я посчитал, что за 5 лет я напечатал административных текстов 50 миллионов знаков. За эти же 5 лет творческих знаков я напечатал 2 миллиона. Все мои спектакли, все мои сериалы, все мои лекции. Два, дай бог, наберется. Ну, хорошо, два с половиной. Ты понимаешь, да, разницу? Я думаю, что в день ты пишешь, наверное, не более 10 тысяч знаков творческих текстов. Мне это очень редко, когда я пишу 10 тысяч. Ну, считаете, что больше сложно. Да, вот 10 тысяч, дай бог, я напишу. А я пишу не каждый день. Но вот даже если там писать через день, вот у тебя получится 150 тысяч знаков. Нет, бывает, когда я там как сяду и напишу больше. 20-25, бывает такое, конечно. Но когда дедлайн. Тем не менее, пропорция вот такая. 1-25, потому что администрирование занимает 365 дней в году продюсированием, а пишу я творчески далеко не каждый день, вот совсем не каждый день. Вот и все, понимаешь? Это я еще не беру телефонные разговоры и аудиосообщения, которые я обожаю. Поэтому да, безусловно, вот этот успех, он связан с огромным количеством продюсерской работы, которую совершаю не только я, совершает моя коллега-партнер, совершает других проектов другие люди, неважно. Тем не менее, сам факт того, что ты пишешь классный текст, выстрелит только в том случае, если текст экстрагениальный. Вот тогда он взлетит сам. Я не считаю свои тексты экстрагениальными, они хорошо написаны для чтения со сцены, это правда. Я знаю формулу успешного текста, чтобы он сыграл на сцене. Повторяюсь, это очень сильно отличается от текста в книжке. В книжке текст один сработает, на сцене совершенно другой. Но если бы у всего этого не было такой большой работы, то так, конечно, этого бы не случилось. Слушай, феноменально, это невероятно ценная мысль. И главное, что есть и математическая пропорция, один к тридцати, грубо говоря. Ну и вот это очень опасное заблуждение, что если я сделаю что-то классное, сами придут и сами дадут, как сказал великий классик. Но в жизни, по-моему, так не работает. И вот твой пример показывает, как ты такой экстремум этого явления, который максимально ярко это показывает, потому что твой успех и твой объем творческой работы, он экстремально большой. То есть ты делаешь очень много, и оно очень громкое. И видно, что один к тридцати, как бы обеспечивающей деятельности, к созидающей, к творческой. Да, это тыловая работа, скажем так. Ты знаешь, я тебе приведу пример. Еще один конкретный очень ситуация. Как я вошел в кино как сценарист. Ну, уже сценарист не короткометражных фильмов, а реально фильма. И как я получил в качестве актера, играющего мой текст, Джона Малковича в первом же фильме, режиссера Анна Меликян. Естественно, после этого на меня по-другому посмотрели. Несколько лет до этого, по инициативе Ксении Рапопорт, я стал помогать фонду «Дети-бабочки». Это фонд, который занимается бульозным эпидермолизмом. Очень тяжелое детское заплевание. Если вдруг сможете, помогите фонду «Дети-бабочки», потому что, поверьте, это одно из самых тяжелых испытаний для родителей, когда у ребенка такая кожная болезнь тяжелая. Они так поэтому называются, бабочки, потому что хрупкая кожа, она сходит с них. И я как мог помогал не потому, что я рассчитывал, что за то что-то получится меркантильное. Нет, просто потому, что ты можешь, ты что-то делаешь, как-то странно, из медицинской семьи, и, в общем, не поучаствовать. Но, тем не менее, я всегда понимал, что, конечно, благотворительность, в том числе, это для очень многих, особенно я волонтерам объясняю, это очень хороший социальный лифт. Я никогда не думал, что он для меня сработает. Я всегда, когда рекрутировал волонтеров, благотворительных, говорю, ребят, вы там познакомитесь с такими людьми, с которыми вы в обычной жизни, ну, просто не пересечетесь. Ну вот, и мне звонит Ксюша, говорит, слушай, сегодня вот так получилось, нам нужно провести аукцион. Ты не мог бы со мной вместе его провести? Аукционы, вещи, ну, не вещей, естественно, а каких-то лотов, по-моему, это было. То ли мода, то ли одеквариат, не буду брать. А в пользу детей бабочек. А у меня была другая какая-то идея, как вечер провести. Ну, я говорю, да, Ксюша, конечно, приду. И когда я пришел на это мероприятие, то есть, смотрим, два или три года до этого решил, что я буду поддерживать фонд. То есть, вот это действие. Долго выстраивал там правильные отношения. Всегда соглашался на введение благотворительных аукционов. Ну, естественно, бесплатно, как ты понимаешь. Потому что у меня получалось это делать. Прихожу туда, и там меня встречает Меликян, который говорит, о, ты же Цыпкин? Я говорю, да, чего? А давай-ка мы с тобой попробуем сценарий вместе сделать. То есть, и дальше, про любовь только для взрослых, следующий момент. Я провожу с ней месяца 4-5 в переписывании этого сценария, потому что я абсолютно ничего не умею как сценарист. Я неплохо пишу рассказы, а как сценарий нет. И я трачу на это время, понимая, насколько это может быть фантастический результат. Хотя, наверное, кто-то на моем месте, а я тогда уже все-таки какую-никакую известность имел. Мог сказать, слушайте, я не буду 18 раз переписывать, что это такое вообще. Но ты засовываешь свою, так сказать, гордыню туда, куда нужно, и дальше начинаешь понимать, что ты школьник. И я до сих пор, когда пишу сценарий, я понимаю, что я еще школьник. И вот каждый раз такой подход, он дает тебе результат. Вот, пожалуйста, пример, как я вошел в кино. Круто. Гениальность некоторых людей признают только после их смерти. Сегодня в рубрике «Ближе к замыслу», созданной при участии Бусти, сервиса для монетизации контента, рассказываем о выдающемся писателе Стендале. Сегодня он известен как классик французской литературы и основоположник психологических романов. Его книги «Красное и черное», «Вани на Ванини» и другие произведения переведены на множество языков. Но при жизни писательские опыты Стендаля не имели успеха. Ситуацию не изменило даже то, что известный в то время Бальзак отзывался о Стендале как об истинном художнике слова. Долгое время Стендаль не имел постоянной работы. Это негативно сказывалось на его психическом состоянии и желании творить. Когда писателю диагностировали сифилис, он уже не мог держать в руках перо и диктовал произведения помощнику, чтобы тот перенес их на бумагу. Умер Стендаль на улице. Потерял сознание во время прогулки по городу. Несмотря на то, что сегодня произведения Стендаля читают по всему миру, жизнь писателя нельзя назвать счастливой. Если бы в те времена существовали современные инструменты продвижения или специальные платформы для монетизации контента, свою аудиторию Стендаль нашел бы куда раньше. Слушай, а еще из этого рассказа, из того, что ты сейчас нам открыл, сразу следует, что ты трудоголик. Абсолютно. Мне кажется, что у тебя огромный объем действий выполняется за день, за сутки. И, соответственно, вот твой какой-то стиль, ритм жизни, ну или даже скорее рабочий ритм, и с ним всегда стыкуются проблемы выгорания. Ну, то есть кажется, что так долго не протянешь. Ну, вот то количество коммуникаций, которые ты описываешь, сообщения, встречи, люди, поездки, мероприятия, у тебя колоссальная нагрузка. То есть как выглядит твой там день, неделя рабочая, чтобы понять, как Александр Цыпкин это все умудряется делать. Что ты про себя думаешь? Ну и вообще про вот нагрузку, отдых, да, как это все правильно надо делать. И там выгорание где-то рядом. Очень правильный вопрос. Выгорание есть, оно уже сейчас есть определенное. То есть я получаю заказ на какой-нибудь сериал, заказ, о котором я мог бы мечтать год назад только еще. А сейчас, пожалуйста, пиши, что хочешь, мы все снимем. Я думаю, ну, что-то так. Опять работать. Понимаешь, да? Это перестало быть во многом творчеством. То есть уже внутри вот этого творческого блока у меня есть творчество-творчество, когда я прямо сажусь, и мне кайф это делать. А есть, когда это просто работа, я должен это писать. И желательно так же качественно, потому что никто потом не будет узнавать, а ты вот от души писал, или просто потому что работа. Это первая проблема. Вторая проблема, ты вынужден от чего-то отказываться. Слушай, я отказался от алкоголя. Он забирал огромное количество времени и, главное, забирал огромное количество совершенно ненужных разговоров и встреч. Я оставил только те встречи, которые мне вот... Ты знаешь, которые либо мне нужны по работе, либо я оставил те встречи с людьми, с которыми мне можно даже ни о чем не говорить. Я вот сяду со своими друзьями, с которыми мы там 20 лет вместе, 30 лет вместе, а есть, с которыми 40 лет вместе. И я могу просто с ними сидеть. Я могу вообще ни о чем не говорить. И мне здорово. И вот эта проверка, нужна тебе эта встреча или нет. О чем мы говорим, не имеет никакого значения. Просто у нас такое энергетическое переплетение уже. И я отсюда убрал все встречи, которые вот... Либо по работе, окей. А просто так я перестал встречаться. Просто так. Естественно, я встречаю, большое время провожу с семьей. Она очень большая семья, соответственно, жена и все, что с ней связано. Вот. Плюс мои родственники, которые живут в Петербурге, это родители, бабушки, сестры. И я тоже вот стараюсь с ними как можно больше времени проводить. Если бы, поверь мне, я отказался от соцсетей, то я бы увеличил свою эффективность сразу в полтора минимум. А может быть и в два. То есть значительное количество времени я трачу на всякий мусор. Типа чтение комментариев, даже не к своим, а чужим постам. Обязательно введение своих всех социальных сетей в большом количестве, хотя можно было бы делать меньше. Поэтому есть куда еще развиваться. Но это же рабочий инструмент для тебя. Ты же не можешь, наверное... Слушай, это объяснение. Это же часть инструментариев. Ну, понятно, но можно меньше тратить времени на это. Можно меньше тратить на это время. Да. Я отказался практически от просмотров сериалов. Я очень мало чего смотрю. Я классику не читаю, я пишу. То есть я точечно очень получаю удовольствие от каких-то вот таких, знаешь, ну, тусовочных вещей. Вот поехать на дипешмод. Да, я поехал в Рим и съездил на концерт дипешмод. Сутки летел туда, сутки обратно. Но в эти сутки я все там писал и так далее. Сколько я протяну на таком графике, как сейчас, когда иногда это будет шесть периодов за неделю, и с утра даешься, что ты что-то делаешь. Вопрос. Я думаю, что через какое-то время возьму паузу. Годичную где-нибудь. Вообще не буду ничего делать год. Но я сейчас настрою систему, которая позволит мне не сокращать свои доходы, но иметь возможность там свободного года. Потом снова еду. В принципе, это похоже на то, что делают те же самые рок-звезды, допустим. В основном берем дипешмод. Вот у них затратнейшее шоу по энергии. Через день, по-моему, целый год. Я не понимаю, как они к концу года. И потом три года их вообще нет. Вот такой, наверное, вариант возможен. Я надеюсь, что к этому придут. Для этого всю экосистему строю, чтобы она работала без меня. Есть ли в каком-то в твоем рабочем методе что-то, на твой взгляд, необычное, специфичное? Может, ты встаешь в пять утра? Или у тебя есть какой-то метод таймбоксов, который ты используешь в работе? Всегда интересно, как такие крутые люди, есть ли у них какое-то секретное оружие, которое можно позаимствовать, какую-то фишечку подсмотреть, перенять? Ну, во-первых, я стараюсь окружить себя сотрудниками, на которых перевести очень много рутинных вещей. Я стараюсь вот это разделение труда использовать по максимуму. Что я делаю лучше всего? Я читаю рассказы со сцены. Вот это я не могу никому передать. Или актерам. Мы вместе часто работаем. Ну, допустим, сценарий, когда я пишу. Я не профессиональный сценарист. Я хорошо пишу диалоги, хорошо придумываю истории. Я всегда пишу в команде. Соответственно, значительная часть работы распределяется. Она не попадает уже, когда нужно просто вставить диалоги правильные. И значит ли это, что я в чем-то жертвую своими идеями, да, потому что ребята тоже приносят свои идеи, они иногда лучше, чем мои. Вот. Дальше. Ну, я, естественно, все, что связано с организацией труда, я вообще не знаю, куда я еду в следующий час. Я вот сейчас выйду из подкаста, позвоню своей помощницей, она скажет, что я дальше делаю. Я вообще не загружаю этим голову. Я не знаю, что я делаю завтра, во сколько я вылетаю, куда я лечу. Я вот сейчас, когда шел, я не прочел ее сообщение, но я даже забыл, куда я пришел. Понимаешь, да? То есть я настолько не занимаюсь. Разумеется, занимается всеми моими контрактами. Специальный мой сотрудник, который вот этим всем. Юрист проверяет их всех. То есть максимальное распределение труда. Я уже не говорю, конечно, о какой-то домашней работе, естественно, я никогда не буду дома лечить лампочку выкручивать и вкручивать. Просто потому, что я, во-первых, не умею. Это раз. Я отказался от того, что я ввожу машину. Я не езжу за рулем. Потому что это дополнительные иногда 3-4 часа свободного времени, когда ты можешь писать. Я стараюсь не экономить на комфорте. Я трачу деньги. То есть, ну, конечно, с нынешними ценами я еще, может, иногда и подумаю, всегда лететь бизнес-классом куда-то. Но я, в принципе, не экономлю ни на комфорте, ни на отелях. По возможности, самый лучший, чтобы ты вообще об этом не думал. Такие вещи. Я никогда не оставляю непрочитанные сообщения. У меня нет ни одного непрочитанного сообщения ни в WhatsApp, ни в Telegram. Вот я сразу же пытаюсь их прочесть и перекинуть куда-то. Либо ответить. Отвечу там через 2 месяца. Сейчас не могу. Чтобы не копилось вот это количество несделанной работы, которая начинает давить на тебя. вот, наверное, вот это раз. По написанию текстов сразу скажу, все, что касается рассказов, у меня схема с первого дня на одна и та же. В размер экрана должен быть сюжетный поворот какой-то. Чтобы человек просто сделал так, как хук в конце серии, сериальной, так у меня в конце экрана что-то происходит. Даже мою повесть, которую я сейчас написал «Good Night, America. О!» Она, в общем, для меня огромный текст. Для обычного автора это самая маленькая из возможных, но даже ее вот эти там 70 страниц можно разбить на мини-мини-рассказики такие. Ну, не рассказать, повороты сценария. Вот это я запомнил, что нужно делать, тогда ты зрителя удерживаешь. Вот, если что-то придет в голову, скажу еще. Круто. Я как раз хотел вот к этой теме подъехать. Ты сказал, что, вот в чем-то точно уверен, что ты классно пишешь рассказы для чтения со сцены. И еще была реплика про то, что вот диалоги, да, и вот какие-то такие разговорные штуки. Соответственно, про творческий метод, да, вот твои рекомендации. Давай твой метод как-то декомпозируем. Из каких правил и вот супероружие он состоит. Вот почему ты успешен с точки зрения творческого продукта, творческого метода? Никакого самолюбования своим языком и текстом. То есть как только фраза лишняя и она не несет никакого смысла, так тут же ее нужно убрать. Даже если она очень красивая. Это раз. Минимум описаний. Мне кажется, у людей достаточная фантазия, чтобы представить, какой человек. Если описание этого человека не имеет значения для сюжета. Я говорю о своем методе и повторюсь, он не имеет отношения к литературе. Он имеет отношения к рассказам, которые я читаю со сцены. Поэтому я и могу держать один, двухтысячный зал с листком бумаги. Соответственно, людям не важно, герой, какого цвета у него, глаза, волосы, это все им не важно. Возраст неплохо бы знать, просто чтобы понимать, человек молодой или пожилой. Пол тоже хорошо знает. Все. Людям абсолютно неинтересно, какая комната, если только детали этой комнаты не являются частью сюжета. Вот если где-нибудь стоит ваза, который потом герой ударит кого-то по голове, тогда эта ваза должна появиться. Во всех остальных случаях я не трачу на это оперативную память. Как знаешь, четко прорисованная игра или не очень четко. Это должен быть сюжет. Этот сюжет должен быть с минимум двумя поворотами, неожиданными поворотами. Один где-то в середине, один желательно в конце. Мне кажется, у любого сюжета должна быть идея, о чем должен задуматься человек. Даже если это комедия, все равно в этой комедии высмеивается что-то, что заставляет его задуматься, и что-то в своей жизни потом сделать по-другому. В любом случае, изменение окружающего пространства задача текста. Если ты не понимаешь, о чем этот текст, что ты хочешь рассказать, ну тогда надо подумать. Людям не очень интересны ваши внутренние переживания. Им интересны свои переживания, или как ваши внутренние переживания изменяют их переживания. Когда начинается самолюбование своей душой, это тоже скучно. потому что ну хорошо, ты написал, все красиво, замечательно, а я-то где в этом во всем? Люди ищут себя. Не случайно, когда ты вдруг сталкиваешься с каким-то текстом, и там говорят, ну да, вот это вот гениальный текст Гришковца. Я помню, как я съел собаку. Вот он так рассказывает про школу, с одной стороны трогательно, с другой стороны, да, вот ты прямо представляешь этот кабинет физики, по-моему, который светится, и ты не хочешь в него идти. И это про тебя. Если бы он только про себя рассказывал, то как-то не сработало бы, наверное. Дальше про сюжетные какие-то повороты. Каждые, получается, не знаю, 500 знаков, ну каждые 1000 максимум. Я это тоже уже сказал. Текст должен быть интересен людям, ну допустим, на два поколения младше вас и на два поколения старше. Если он интересен и понятен, то значит текст хороший. Потому что дети могут не считать какие-то знаки моего поколения. Но им это и не важно. Им важно, что произошло между людьми. То же самое пожилое поколение может не понять слово буллинг и спросить меня, а что там, что это такое? Или газлайтинг, или что-то еще. Но к ситуации они поймут. А вот если им это не интересно, то значит, что-то там произошло не то. Я помню, я показал своему гуру своему Александру Алиановичу Акопу, он сейчас глава СТС, вообще известнейший продюсер, свой текст, в котором есть определенная мистическая часть. Детектив, такой философский детектив, в котором есть мистическая часть, я его написал после поездки в Перу, точнее, написал я его до, а после поездки я его оформил по-другому и создал некоторые сюжетные линии. И там есть соприкосновение с мистическим миром, назовем это так. И он очень правильно сказал, смотри, если ты можешь убрать эту мистическую часть, а сюжет не изменится и всем будет интересно, то значит, текст получился. Вот это касается очень многих вещей, которые являются декорации. Если декорацию берешь, а все так же интересно, то значит, получилось. Дальше мой метод, я всегда проговариваю и проигрываю роли, которые я прописываю. Я когда пишу, я сразу говорю за героя, сразу говорю его интонациями, сразу с его мимикой. То есть, я все это проговариваю. И если, когда ты проговариваешь текст, он тебе не кажется натянутым, то тогда это хорошо, потому что очень часто сталкиваешься с диалогами таким языком, в котором люди не разговаривают. Он говорит, слушай, так люди-то никогда не говорят, ты чего? Как только ты сам проговоришь, вот написал текст, прочти его и посмотри на видео, как это работает. Даже взять текст поста в социальных сетях, сразу поймешь, работает или не работает. Круто. Да. У тебя получается угадывать, что понравится людям? То есть, ты пишешь какую-то работу, она тебе очень нравится, и это значит, что она людям зайдет. Бывает такое, тебе нравится, а люди не принимают. Или наоборот, тебе не очень, а она выстрелила. Вот к тебе совпадает это твое представление и реальность. Вот мне не очень, она выстрелила, бывают эпизоды такие. То есть, у меня проходной эпизод, и вдруг раздается дикий хохот в зале. Да, я просто, мне нужна была какая-то фраза здесь. Или, говорит, слушайте, нас так зацепил этот герой, мы прониклись. В остальном, бывают ситуации, когда цепляет не всех. Вот я, например, написал децимацию на стиксе, такая антиутопия. Читаю ее, и мне кажется, это очень хорошо. И в зале есть люди, которым это не нравится. А есть рассказ, который нравится всем. Вот скажем так, иногда мне кажется, что этот рассказ должен опять понравиться всем, а он нравится не всем. Такое бывает, да. Ты извлекаешь из этого что-нибудь? Ну, то есть, какие-то для себя правила, там, на будущее? Да, безусловно. Можешь чем-нибудь поделиться полезным для нас? Слушай, ну я, кстати, вот изложил все в предыдущем своем блоке. Иногда бывает, я затягиваю. Вдруг понимаю, я здесь затянул светееватостью языка. Зачем? Не нужно это было. Или я здесь слишком сильно выдавливал из людей слезу. Или здесь не хватило героя мотивации. Я понимаю, когда ты читаешь на сцене, ты моментально чувствуешь, когда рассказ провисает. Потому что зал это практически на ощупь. На ощупь ты можешь понять, идет к тебе энергия от зала или нет. Это осязаемо, это правда. Это можно руку поставить и чувствовать это. И вдруг она перестала идти. Это значит, твой рассказ проседает. Поэтому я делаю эти выводы. Но в целом, ты знаешь, я стараюсь, как бы это ни звучало пафосно, не прогибаться под изменчивый мир. Я пишу то, что мне интересно. Может быть, иногда я какие-то обостряю сюжетные ходы или делаю рассказ более, допустим, жестоким в реальных случаях, потому что, допустим, все зрители такой скучают. Ну, что там еще? Ты думаешь, ну, сейчас он будет еще. Хорошо, окей. Это неправильно. Это не нужно делать. Это я занимаюсь такой конъюнктурой внутренней. А в целом, конечно, надо писать то, что тебе на самом деле интересно, и то, что на самом деле тебя задевает. Ты знаешь, какое хорошее правило? Ты познакомишься с новым человеком. Неважно, с бизнес-партнером потенциальным, с потенциальным партнером по личной жизни, с другом, неважно. Он говорит, слушай, пришли что-нибудь свое. И вот, если текст этот готов прислать, и он сделает выводы, что с тобой нужно дальше развивать это общение, то, значит, текст получился. А ты всегда знаешь, какой текст ты пошлешь, какой нет. Вот, наверное, если текст, презентация тебя, не в смысле презентация какой-то охраненной, нет, а что-то в душе есть. Это может быть просто смешной очень текст. Пожалуйста. Но все равно тебя как-то, ты готов его послать в качестве визитной карточки своей души. Круто. Где ты черпаешь идеи, бэкграунд, как ты восполняешь свой вот этот творческий сосуд? Ну, ты рассказал истории, да, в тебе что-то закончилось, и тебе нужно откуда-то брать новые там идеи, вдохновения, бэкграунды, истории. Честно скажу, такой проблемы не было. Ты садишься, и если в целом проект хороший, у тебя моментально открывается кран. А если проект так себе... Мне совсем недавно это было, для одного проекта мне нужно было придумать за полтора часа шесть историй, новых человеческих историй. И я реально придумал их за полтора часа. Шесть разных абсолютных историй. А для другого проекта мне нужно было придумать историю, и я не мог ее придумать неделю. Вот и все. И я подумал, интересно, почему это происходит, и понял, почему происходит. Потому что, ну, один проект такой, а другой вот такой. Давай так мягко скажем. Причем это даже не киношные вещи Это в большей степени театральные И один Я понимаю, зачем я занимаюсь А второй, ну, пока не понимаю Не знаю, это все в разработке проекта И тут же, вот тебе ответ Тебе это открывается Тебе закрывается Плюс ты собираешь истории Знаешь, как пылесос Ты просто, знаешь, идешь за грибами Вот когда я просто иду по лесу, я же не вижу грибы Как только я иду за грибами, я вижу грибы Вот я всегда иду за грибами С этой точки зрения Что бы вы мне не рассказали О, классно записал, мысль из нее развилась все дальше Но в целом, ты знаешь, проблем нет Мне запри вот в одиночной камере И я тебе все равно продуцирую Истории, как бешеный принтер Круто, понял Как ты сам оцениваешь в твоем творчестве Методе в твоих произведениях Что является таким, как бы Ярко отличающимся, контрастирующим От общепринятого Вот что тебя дифференцирует от всего остального Конечно, очень правильная пропорция Комедии и драмы в каждом произведении Это раз А что такое правильная пропорция? Это сколько? Слушай, ну я не могу так рассчитать Но ты внутри одного спектакля и одного фильма Всегда будешь смеяться и грустить Одновременно В тех лучших произведениях Лучших моих произведениях Вот ты идешь на спектакль «Интуиция» в «Современник» И там точно есть моменты, когда люди Если не рыдают, то плачут Потому что это непростая история Но есть, когда они так же заразительно смеются Несмотря на все сложности Обстоятельства, которые попали герои И у меня везде вот этот баланс Я его соблюдаю Смешно-грустно, смешно-грустно Смешно-смешно-грустно Грустно-грустно-смешно Эмоциональные качели, да? Качели обязательно, это раз Во-вторых, они добрые Они делают мир добрее В целом я люблю людей Несмотря на, конечно, общее разочарование в человечестве В целом я люблю людей И это все мне говорят как отличительную черту Все называют как отличительную черту Ваши рассказы, я только вчера слышал Они делают мир лучше, добрее Мы по-другому начинаем смотреть на людей Вот это два И твисты в конце Я обожаю перевороты в финалах Совершенно неожиданно И вот мне это удается Круто Александр, последний вопрос Куда все катится? Это про тебя лично И про среду, в которой ты существуешь Ну, там, узко твой рынок Или широко мир Есть ли у тебя понимание Какого-то стратегического тренда В котором ты развиваешься Куда ты придешь, там, через 5-10 лет И среда, в которой ты существуешь Ну, посмотрим, как будет геополитика развиваться Но я, очевидно, иду за пределы страны И уже сделал первый шаг Американские актеры прочли мои рассказы Сейчас делаю второй шаг Пишу сценарий совместно Своими коллегами, опять же Зарубежными Третий шаг Он из-за понятных причин Не случился Я сыграл в сериале Анна К Небольшую, но все-таки Значимую роль Для меня значимую То есть это не эпизод С 20 секундами, нет И мне понравилось Сейчас небольшую роль сыграл В Министерстве всего хорошего В своем сериале И думаю, что я буду дальше продолжать Какие-то свои потуги актерские Но в очень таком ограниченном жанре Полу-камео Полу-игры такого, как я То есть не выходя за пределы Точно Но текстово я буду выходить за пределы страны Получится ли нет Это другой вопрос Фильмами я буду, надеюсь, выходить за пределы страны А дальше По России это будет Ну, вот уже сейчас я могу сказать Около 10 кинопроектов В том или ином виде Но акцент я сделаю на театре Я хотел бы Чтобы, опять же В спектакле было не 9 А, допустим, 30 Вот если за 10 лет Я к такому числу приду То я буду рад То есть литература здесь Не является моим основным направлением Да, наверное, я Так или иначе Когда-нибудь напишу Коротенький роман Просто то, чтобы было Галочку повторю Он есть И то он будет Роман из рассказов И больше похож на сценарий Активно буду заниматься Треком Лекционной деятельности Потому что Если я в чем-то профессионалом и являюсь То это в коммуникациях Выстроенных Правильных Любых абсолютно Профессиональных Личных И так далее Я занимался этим Реально всю свою жизнь То есть не только профессиональную жизнь А всю свою жизнь Потому что я родился В огромной семье Мультикультурной В семье, где еще все Развелись Потом поженились И я там с пяти лет Как только научился говорить Я понимал Что означает каждая фраза Ее основной смысл И ее второй смысл И третий смысл Вот эти вещи Я научился считывать Соответственно Много опять же Провел времени В общении с Людьми из других стран Знаю Два языка Ну шведский Я уже не знаю Конечно Так Поэтому Но Не буду тут Лишнюю информацию Положительную Выдавать Но допустим Семь лет работы В шведских Структурах Они меня научили Общению с людьми Разных металлитетов Вот Поэтому я думаю Что ждите от меня Какой-нибудь учебник По пиару По коммуникациям Лекции по пиару По коммуникациям Диссертацию И так далее Мне это нравится И я в этом понимаю Я в этом понимаю Больше, чем в литературе Это точно Вот такой пока трек А куда катится мир? Мир катится Ну или твой рынок Или сфера творчества Ну слушай Конечно К определенному Упрощению Мир катится Мир катится В сторону Вот этих Мультивселенных Метавселенных Как ни назови Когда мы будем Проживать разные жизни За свою жизнь Мир катится К большому количеству Свободного времени И совершенно непонятно Как мы будем занимать Потому что Искусственный интеллект Он оставит без работы Огромное количество людей И вот мы попали На этот слом Как в свое время попали Помнишь Эти ткачи И все остальные Когда появились танки Минуточку Как же так По-моему там Лудисты Их называли Те кто выступали Против промышленности И всего остального Вот сейчас мы видим Такую новую форму Этих лудистов В том числе Допустим Голливудские актеры Которые объявили Забастовки Абсолютно по делу Как мне кажется Я бы тоже К ним примкнул Чтобы их образы Не использовал Искусственный интеллект Мы идем конечно Семью миллионами Шагами в эту сторону Мы идем в сторону Еще большего Расслоения К сожалению Потому что Те же самые Медицинские технологии Будут такого уровня Что позволят Одним жить очень долго А другим Так как раньше Это тоже будет Вызовом для нашего Общества И мы идем в сторону Еще большего Ограничения К сожалению Личной свободы Я предполагаю Что мы с тобой Из одного До сетевого периода Когда можно было Если так Условно сказать Танцевать пьяным на столе И никто тебя не снимал И ты понимал Что никто это больше не увидит То сегодня Это уже нельзя сделать Хорошо или плохо Танцевать пьяным на столе Другой вопрос Но тем не менее Конечно Свобода у человека Становится С одной стороны меньше С другой стороны Внутри вот этих Анонимных Социальных сетей Метавселенных У него там будет Своя степень свободы Поэтому мы идем В интересное время Мне кажется Что кстати Несмотря на все Прогнозы о том Что Как у нас Сложится ситуация В России У нас есть шанс Быть одним из самых Спокойных мест на земле По банальной причине Абсолютно аналоговой У нас очень много еды Мы номер один В мире По экспорту зерна Кроме зерна Еще кто-то не знает Подсолнечного масла Плюс мы экспортируем Мясо И так далее Чего не было В Советском Союзе Кстати Это важный момент У нас очень много Пресной воды Ее хватит на весь мир А это ключевой будет Ресурс У нас огромная территория Поэтому экологические Проблемы нам не очень Грозят Для того чтобы Уделать всю нашу страну Но надо постараться И у нас есть ядерное оружие Которое нас защищает От тех Кто захочет Часть этих богатств Каким-то образом Попробует забрать Если только мы сами Себе не задаем Внутри проблемы С этой точки зрения У России Хорошие перспективы Осталось нам Поднакопить население Чтобы у нас было Не 140 миллионов А хотя бы 200 А лучше 300 И тогда вообще Все будет хорошо Круто Александр Спасибо огромное Это был подкаст Дальше замысла С вами был Константин Бочарский И трудоголик От творчества Александр Цыпкин Ставьте нам лайки На всех платформах Делитесь с коллегами По контентному цеху Александр Спасибо огромное Всем пока Спасибо Пока Ребята